Как хотелось бы поблагодарить предыдущего докладчика за фильм, мне очень понравилось, потому что некоторые моменты, которые, если кто-то внимательно смотрел, то что касается сингента, именно обработки семян, то было видно, что при загрузке сейлки через вот эти прозрачные пластиковые рукава летело довольно много пыли. Это был явно продукт не компании сингента, потому что формула М на наших продуктах, это как раз таки формуляция, которая предотвращает излишнее пыление, излишнее осыпание при многократных механических нагрузках, при транспортировке, при обработке зерна. По протравителям, это первое, с чем вы сейчас лохнетесь, многие уже закупились, многие не закупились, тем не менее, пакет компании сингента довольно большой, у нас есть как готовые инсектофунгицидные решения, так и просто фунгицидные решения для ситуации, когда инсектофунгицидная нагрузка не столь важна, хотя даже, наверное, уже и по некого самым предшественникам многие начинают применять инсектофунгициды, потому что у нас всегда есть тля, есть цикадки, есть ложки, которые, в принципе, мы воспринимали раньше как фоном, но как только препараты типа Селеслотоп, Селеслмакс, сейчас новый препарат Vibrance выходит на рынок, то уже видно, что отдача от них гораздо выше, чем просто от качественных инсектофунгицидов, и все-таки единость закумы какой-то в своей игре и лечения. Продукты у компании сингента, наверное, самые дорогие, и, в принципе, покупая их, вы покупаете не только продукт, вы покупаете сервис. В принципе, и я, и каждый менеджер, который за районами закреплен, могут оказать помощь в настройке протравочных машин, могут какие-то тонкие моменты, на которые, может быть, вы, как руководители, не обращаете внимания, а механизатору это не надо нивилировать. То есть, начиная от очистки протравочной камеры, наличия распрыскивающей тарелки, то есть, в принципе, вы покупаете дорогой препарат, но вы покупаете дорогую технику какую-то для опрыскивания, для уборки, но самая дешевая элементарная ПС, то есть, там двух-трехтысячная деталька, которая не хватает, она практически на не сходит все преимущества протравителей. То есть, если нету протравочной камеры распрыскивающей тарелки, то одно семечко получается красное, а другое – белое. То есть, соответственно, то, которое легло несколько, то есть, передозировка, оно может просто не взойти. То семечко, которое оказалось не протравлено, его либо насекомые, либо почные грибы благополучно съедят. Ну и тоже вариант, да. Аж до черноты протравленный, передоз не зашел, нормально развитое, пускай семечко уже пошли развиваться корневые гниги. По сервисам, то, что мы тоже оказываем, если вы купили наш продукт, то у нас есть прибор, который называется «СФАКТЕС». В течение 15 минут можно проанализировать, сколько фактически семенетовского продукта лежит на семенах. То есть, 20 грамм на место берем, добавляем специальный реактив, реактив все скрывает семени, соответственно, пробирочку, пробирочку в приборчик, показания прибора сравним с ковричным значением, то есть, либо прямая пропорция, либо перемножить на фактор, можно сказать, либо фактическое нанесение, либо в процентах. По ситуации, когда протравители работают не так хорошо, как хотелось бы мне, очень часто сельхозпроизводители гонятся за влагой, заглубляют растения. То есть, препараты, сингенты гарантированно хорошо защищают от корневых гнилей. Но, если вы посеяли на 8-10 сантиметров вот этот корепкий участок очень длинный, то какой бы хороший програбитель ни был, это шикарная мишень для гриба, и в весне может повреждаться фузолиозными грибами, а также тетоневозными грибами. Соответственно, вторичная корневая система, как бы хорошо она не работала, она работает только сверху, а перечка, которая уходит на метр, на полтора глубину, перебита, и не может заставлять к голосу влагу. По результатам, да, у нас те продукты, которые были на первом слайде, вайбранс интеграл, наша новинка, то есть у нее реально есть физиологическое действие, почему объем корней больше, даже по сравнению с Селестомакс, потому что седоксан, новая ДВ, уходит вместе с корнем, предотвращает поражение, даже на значительное удаление от семени. То же самое с Максимом Форте. О, это Вольтаира, Р2 в прошлом, то есть уборка прошлого года, то есть шарм 2 центнера, вайбранс, Селест, Максим Форте, то есть те результаты, которые показали. Опять же, если это какой-то хозяйственный вариант, то иногда просто вот эти самые передозировка, да, то есть многокомпонентных триозольных продуктов приводит к тому, что этот сериан может просто не всходить и, соответственно, теряется и густота, и коэффициент мучения. По вайбрансу, это 50 лет октября, Евгения, к сожалению, нету здесь. То есть у него был хороший опыт, когда закладывал биологию по сравнению с вайбрансом и действительно взошло раньше. То есть любой триозольный продукт снижает меры прорастания. Но на весну обработанные вайбрансом растения догнали и обогнали, потому как при вот этих слабо положительных температурах зимой биология работает не всегда адекватно, а фузырезные грибы работают. На весну растения обработанные вайбрансом были защищены. По гербицидам. На самом деле ничего нового нет. из тенденций, которые можно было бы показать. Мы вновь в пакет свой вернули препарат Винтур, чем он будет вам интересен. По прошлым годам, то есть сейчас на рынке все больше, подсолнечко выращивается по имени и сульфотехнологии. И препараты, которые имеют по своему механизму айлозингибирования, то есть либо сульфонин мочевины, либо препараты типа Дерви, либо Паласа, и эту падальницу подсолнечко контролируют плохо. То есть Линтур, особенно при осеннем применении, то есть когда иногда подсолнечко забивают на зиму пшеницу с осени, то есть это будет хорошее решение. По алгоритму, в принципе, Камара, 24D с Клорусуламом, то есть практически весь спектр сорняков, как и Линтур, но Камара имеет регистрацию на второе между узле трубки. Линтур лучше, конечно, не работать, потому что внутри Дигамба. Дерви. На самом деле, если, то есть интенсивные технологии, очень часто мы работаем даже позже, чем 32-я фаза трубки, и пшеница в этих условиях стрессует, мы почему-то потом варим на что угодно, только не на себя, не на агрономов, которые принимают решение сроки обработки. То есть срок обработки затягивается, либо хорошо развитая пшеница, которая конкурентна, лучше выбрать Дерви. По аксиалу, на самом деле, я смотрю, что с безотвальными обработками почвы мы добились того, что у нас уже овсю начинает иметь место быть на многих полях. Для защиты озимой пшеницы от овсюга можно работать аксиалом, ну, в принципе, вплоть до флаг листа, то есть официальная регистрация, есть ли, до достаточности нет. Да, по осенней обработке лентуров. В прошлом году агрохолкин ХСБ Старопольского края отлично обработал, то есть в этом году заявка, то есть, ну, они значительно увеличивают. По болезням, смотрите, на самом деле, многие сейчас говорят, что у нас есть супер-упер-проправитель, который обработали на семенах, и первая фунгицидная обработка не нужна. На самом деле, я считаю, что это утопия, потому что, да, именно починную и семенную инфекцию протравитель каких-то пор сдержать может, но на весну, когда мы еще, казалось бы, не видим симптомов проявления болезней, то есть, болезнь внутри уже есть, поэтому у нас выделяется три срока обработки, которые мы можем, в принципе, на которых мы можем повлиять на растения. То есть, первый срок, то есть, конец вращения и до второго узла трубки. То есть, в этот момент мы применяем герпициды, то есть, здесь нужен фунгицид, который бы работал по торнивым униям, по мучнистой России, по септориозу. То есть, в этот срок лучше всего будет подходить аммистар. Вторая фаза, то есть, это как раз-таки от появления флаг-листа до появления колоса. В этот момент хорошо будет работать либо какой-то триазол, либо сейчас вышел новый препарат и латус. И, если у кого-то есть проблемы с амфузариозом колоса, то есть, раз работать на качество, то это могло. То есть, я так понимаю, надо ускориться. Поэтому, кроме фунгицидов, вот сейчас вернусь, кроме фунгицидов, сейчас вернусь, у нас есть хороший препарат, который называется модус, это рост-регулятор. То есть, неправильно относиться к нему только как к ретарданту, потому как, да, если мы его применяем от начала выхода в трубку, от флагового листа, мы сокращаем размер соломины, предотвращаем полигамию. Но, применяя его весной, в то же самое сроке, то есть, конец вручения, от начала выхода в трубку, мы укрепляем нижнее междоузлие, мы увеличим продуктивный листой, если это надо. Если у вас, наоборот, избыточность листой, то модус, опять же, не повредит, потому что будет усиливать прикорневую часть и будет предотвращать полигамию. Но самый интересный момент, это обработка модуса, вот здесь вот, зимой, пшеницы, с осенью. То есть, не всегда у нас бывают мягкие зимы, проблемы с перезимовкой у нас бывают. Модус, примененный, начиная, наверное, от трех листьев, то есть, когда закладывается узел кущения, во-первых, позволяет увеличить коэффициент кущения, во-вторых, плюс 30% объема корневой системы, плюс 30% сахара в узле кущения. Ну, я так пойму, мне надо закончить. Вопросы какие-то есть? Друзья, есть вопросы с Питонышем? Всем день, все так хорошо, Наверное, тогда я сейчас последний, последний. А сейчас, давай, я должен у нас вопрос. Скажите, у нас, вы думаете, весной сэкономили гербицид, не работали гербицидом, в Дерпи осталось, а можно Дерпи какой-то осенью, если будет необходимость поработать маленькой дозой? Ну, скажем так, в Дерпи нет ничего, чтобы препятствовало осенней обработке, вы снимете Дерпи, все зимующее, крестоцветное, а если, Краснодарский край, если у вас есть проблема с Вероникой, с Вероникой, просто делаете 70 грамм, осеннее применение Дерпи, Веронику снимет шикарно. Но, чего не снимет, то есть, если это будет лентур, осеннее применение, то весной вы, скорее всего, работать не будете, потому что у него триасульфурон внутри, в составе, он хорошо берет даже то, что всходит после обработки, по крайней мере, в течение до месяца полутора. Дерпи, любой сорня, который зайдет на следующий день после обработки на лист, которого не попадет препарат, то есть, он может у вас развиваться. И падается имя из кульпоподсолнечка для Дерли, то есть, это одно, как бы, слава Богу. Спасибо большое.